Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья! На протяжении всего прошлого года мы неоднократно рассказывали вам о российских фейках и манипуляциях. А потому в самом начале 2024-го решено было совместить приятное с полезным. То есть, с одной стороны, поглубиться над упоротостью останкинских фойкомётов. Мы сейчас обсуждаем новый проект вместо Майдана независимости в Киеве вернуть или сделать какую-то русскую площадь. Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. Мы ещё и Украину раз, а потом ещё и Европу. А с чего там забирать? Она вся истощилась. А с другой детально разобрать, так сказать, технологии создания российских фейков. Чтобы каждый человек понимал, как именно пропагандисты стараются обмануть или ввести в заблуждение. Здесь мы не будем долго ходить вокруг да около, а сразу приступим к разбору примеров. И начнём мы, пожалуй, с очевидной мысли, что всегда нужно с опаской относиться к видео, которые сразу вызывают эмоции. Ведь ваши эмоции, друзья, это улов, на который рассчитывают останкинские крикуны. Сердце за 25 тысяч евро или почки за 12 тысяч. На фоне спецоперации Украина стала одним из мировых лидеров чёрной трансплантологии. Чёрные трансплантологи в законе. Ещё одно чудовищное проявление киевского режима. Есть данные, что раненых украинских военнослужащих используют как биологический материал. Это, кстати, классический пример. На фронте идут интенсивные бои. Многие родственники бойцов не находят себе места, поскольку долгое время не могут связаться с родными. И вот в таком стрессовом состоянии они натыкаются на видео, где якобы солдат украинской армии, разыскивая побратима, натыкаются на чёрных трансплантологов, работающих прямо на линии фронта. У вас тут скип. До косны, я знаю. Рау, выкинь, выкинь. И это мы можем сразу улыбнуться, поржать над корявыми фразами на немецком. У вас тут скип. До косны, я знаю. Рау, выкинь, выкинь. Но когда человек обеспокоен судьбой родных, то логика в какой-то момент притупляется, а в душе зарождается такая опасная фишка, как сомнение. Это то, что не даёт спать и разъедает изнутри. Но знаете, в чём проблема вот таких вот постановок? Скип, где? Скип, где это? Ну ты, блядь, писал. Нормально не мог сказать? А мы расскажем. Кремлёвские пропагандисты никогда не отличались излишним интеллектом, и потому нет ничего удивительного в том, что контент, который они генерируют, мягко говоря, антинаучный. Дело в том, что делать бизнес на органах в прифронтовых районах – это работать себе в убыток. Любой врач вам скажет, что органы годны к пересадке очень короткий промежуток времени. Для особо неверующих можем даже информацию из российских источников показать. Технология трансплантации. По правилам донорский орган должен храниться в специальном консервирующем растворе. Сердце в этой жидкости может храниться не более 4-6 часов. Печень – 12-15 часов. Почка – 16 часов. Стоит ли говорить, что из условной Авдеевки за 16 часов даже доехать до Евросоюза невозможно? А ведь еще нужно время на подготовку и на проведение операции. Нет, мы уже молчим о том, что выехать из-за обстрелов зачастую получается лишь ночью. Да и то не всегда. Поэтому, друзья, когда вам попадаются вот такие сенсации… В район Артемовска, где украинская армия сейчас несет большие потери, приехала бригада голландских черных трансплантологов. Они занимаются изъятием внутренних органов убитых и смертельно раненых бойцов ВСУ. Смело выключайте и делайте выводы о канале, на котором наткнулись на эти инфопомои. Ну а мы тем временем движемся дальше, и сейчас вам еще одно видео покажем. На этот раз, аллилуйя, без вырезанных органов. Одна из важнейших задач кремлевской пропаганды заключается в том, чтобы вбить клин между Украиной и западными союзниками. Два года войны наглядно показали, что подобный формат отношений российская армия не вывозит. Горят штабы и тонут корабли, и очень скоро воздух будут патрулировать самолеты производства НАТО. И россиянам крови из носу необходимо этот союз сломать. Поэтому прорву сил и средства не тратят на то, чтобы посеять в людях сомнения. А стоит ли вообще помогать Украине? А то вон фашист Зеленский скоро у немцев последние трусы для Украины заберет. Эх, бедная, бедная Германия. Хайн Зеленский! Они же в конце все-таки соглашаются. Видно внутреннее такое возмущение, но они вот так вот покорно кивают. Означает ли это, что немцы и дальше будут так себя вести? При всем этом кремлевские пропагандисты отлично понимают, что контенту, сделанному в России, никто в мире не верит. А потому пытаются выдать свои постановки за европейские. Мол, эээ, это обычные немцы устали от войны и ненавидят Украину. А вовсе не болванчики Симоньян фейк сняли. Ролик отлично отражает всю суть происходящего в Германии. Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ. То есть даже если описанные выше тезисы вы увидите в якобы европейской обертке, это все равно повод как минимум засомневаться. Ну а собственно разоблачается это все тем, что не самые талантливые российские пропагандисты всегда подставляются в мелочах. Ну например, как объяснить, что ролик якобы сняли в Германии, а все актеры российские, а? Мужа играет российский актер Валентин Воробьев, жену москвичка Юлия Конюхова. Лидера людей в форме сыграла российская актриса Юлия Мандрика. Одного из солдат Игорь Алексеев. Ролик, как предполагается, был снят в России. Как видим, друзья, далеко не все, что подается как европейское, на самом деле таковым и является. И да, закрывая тему постановочных видео кремлевских пропагандистов, не лишним будет отметить, что подавляющее большинство российских сенсаций с фронта – это тоже фейк. Например, вот так на федеральных каналах радовались якобы захвату села Синьковка прямо возле Купенска. По некоторым данным, наши штурмовики уже зашли в Синьковку с северо-восточной стороны. По последним данным, наши войска освободили Синьковку. А чтоб доверия у зрителей было больше, в качестве подтверждения всем показывали вот эти кадры. Синьковка наша. Ну вот же, вот, броня прямо по селу едет. Какие вообще могут быть вопросы, а? Но еще одна проблема пропагандистов в том, что в современном мире даже нескольких столбов на фоне достаточно для определения точной локации. И, конечно же, съемка велась не в Синьковке, что со временем подтвердили и зажатые в угол российские военкоры. Видео, приводимое в качестве подтверждения, контроля ВСРФ населенного пункта Синьковка на Купенском направлении, снято в поселке Воронова на юге от севера Донецка. ВС России в населенном пункте нет. Наши силы огибают населенный пункт справа и слева. В сам населенный пункт еще не заходили. Фейковыми заявлениями в СМИ населенные пункты не берутся. Не уподобляйтесь противнику. То есть криворукие путинские балаболы в глубоком тылу сняли постановочные кадры с движением техники и победа готова. Кушайте, не подавитесь. Наши штурмовики уже зашли в Синьковку. Забавно, что с момента опубликования этого фейка прошло более полугода. А окрестности Синьковки превратились в выставку подбитой российской техники. Вот это, например, свежая попытка штурма и феерический разгром. То есть языком захватили, а на деле спустя много месяцев продолжают выгребать на подступах. Вот почему, друзья, никогда не нужно закатывать истерик раньше времени, несмотря на любые якобы видеопруфы от врага. Ради сиюминутного эффекта россияне на многое пойдут, а потом просто сделают вид, что ничего не случилось. Или начнут перечить себе же, как это было уже десятки, если не сотни раз. И здесь в качестве примера вспоминается ужасная история с селом Гроза. Все это кадры из села Гроза в Харьковской области. Российские военные нанесли удар по кафе и магазину. Одна ракета убила более полусотни человек в крохотном селе в Харьковской области. Нема, родители не врагов. Вот такие ракеты кидаты по мирному населению, под люк, и вы такие, а! Чтобы были спроблять. Тогда, напомним, расисты одним выстрелом убили половину жителей этого населенного пункта. Есть хата у нас через дверь. Там будут пять гробов сразу. Будут дедусь, бабуся, их дочка, сын, невистка. Прилетело, кстати, из Белгородской помойной республики. Так что пусть они сейчас покукарекают что-то про фашизм и терроризм. Но это так, просто мысли вслух. Но главное сейчас показать, как завирается кремлевская пропаганда. В общем, сразу же после прилета по поминкам фаикометом спустили темник, мол, украинцы обстреляли сами себя. По селу Гроза в Харьковской области Купинского района сегодня был нанесен удар американской РСЗО «Хаймерс». По странному стечению обстоятельств Зеленский на саммите в Испании. Уверен, и на этот раз будет доказано, что удар по мирным людям на поминках в селе Гроза нанесли ВСУ. А жертвы мирных жителей были нужны, чтобы давить на жалость во время поездки Зеленского в Европу. Подобные кровавые постановки киевского режима уже стали обыденностью. На их фоне украинскому представителю киевской хунты Зеленскому проще выпрашивать очередные преференции и военную помощь, обвиняя Россию в военных преступлениях. И тогда доказывать что-то в такой ситуации было крайне сложно, поэтому мы вам настоятельно рекомендуем никогда не делать поспешных выводов, а просто немного подождать. Ведь отработав темник для раскачки Украины изнутри, пропагандисты начали работать уже на свою аудиторию. И легким движением руки якобы самообстрел Хаймерсом превращается в героическое уничтожение фашистов и карателей. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим, потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. То есть за какую-то неделю они перевернули историю с ног на голову. Причем фойкометы настолько не уважают своих зрителей и читателей, что им совершенно пофигу на то, что две версии полностью противоречат друг другу. По селу Гроза в Харьковской области Купинского района сегодня был нанесен удар американской РСЗО Хаймерс. Подобные кровавые постановки киевского режима уже стали обыденностью. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим, потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. В селе Гроза Купинского района хоронили боевика Айдара. На поминки собралась стая побратымов в 100 голов. И потом они все умерли. Такое бывает. И таких примеров мы можем приводить очень много. Вспомните, скажем, уже не село Гроза, а прилет по заброшенной гостинице в Одессе. Ух, сколько тогда визгов и бравады было. Наши вооруженные силы этой ночью нанесли удар по одесскому порту и гостинице на морском вокзале. Попали куда надо. То коллеги от себя покажите, пожалуйста, этот невероятный отель. Они тогда даже фотографии с военной техникой у гостиницы опубликовали. Украинские СМИ распространяют информацию о том, что гостиница Одесса, которая была поражена сегодня ночью, была заброшена. Однако фотографии, обнаруженные в интернете, говорят об обратном. На кадрах видно. Но не учли того, что любая фотография легко отслеживается. И потратив 30 секунд в гугле, вдруг выясняется, что вместо свежих фото холопом снова подсунули древний баян. В Одессе на морском вокзале проходит выставка военной техники. Выставка военной техники в честь 30-летия вооруженных сил Украины открылась 6 декабря. Фото – декабрь 2021 год. И уже после этого разоблачения сливаться начали даже медийные одесские коллаборанты. С каждым ракетным ударом ВКС убеждаюсь, что их главная задача – кого-то впечатлить. Сейчас очень эффектно горит гостиница на мор-вокзале. Сколько я ее помню, она практически не работала. Поселить там незаметно никого нельзя. Если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений, посмеетесь и отписывайтесь. Задача ракетного удара чисто психологическая. Ответка – за Севастополь. Поэтому мы еще раз повторяем ненужные эмоции в первые секунды после прочтения или просмотра российских новостей. Стоит выждать, и в большинстве случаев даже делать ничего не придется, скрипоносцы так часто и нагло врут, что в итоге разоблачат самих себя. А вот для россиян у нас уже традиционно плохие новости. Ложь – крайне ненадежный фундамент. А значит, ставка на нее рано или поздно сыграет с Россией злую шутку. И мы очень верим, что случится это уже в новом, в 2024 году. Ну, в самом деле, зачем оттягивать? Тем более, что зло обязательно должно быть и будет наказано. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!